Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу две британских машины 6 и 7 уровня. Они выложили на продажу FV201 и выложили Кромвеля B. Комплект стоит 7000 золота. В комплект входят два камуфляжа, KX5 на каждую из этих машин в количестве 10 штук, бустеры всех видов кроме золота, два слота в ангаре соответственно и открытое все оборудование. За комплект 7000, но хотите, можете купить себе отдельно FV201 либо Кромвеля за 3500 каждая машина. И честно говоря, я не совсем понимаю. По сути, вы получаете машину слот в ангаре и открытое все оборудование. Но почему за одинаковую цену? Я, честно говоря, в недоумении. Кромвеля B, если я не ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, вообще недавно бесплатно все забирали, поэтому откуда ценник в 3500 за 6 уровень, я реально не догоняю. Тем более, что машина, ну, я бы не сказал, что стоит 3500, как шестерка в первую очередь. Тогда, когда иногда семерки продаются за 2000, допустим, тот же самый Игорек. Ну, или, я не знаю, там, Франкенштанг, который обладает какой-то своей уникальностью. Короче говоря, ребят, что касается Кромвеля B, если вы смотрите данное видео через час или полтора после того, как я выпускал его, соответственно, вот здесь вот наверху, вот ссылочка, переходите на обзор Кромвеля B в данном предложении, ну, и там уже посмотрите по Кромвелю. Ну, а пока давайте обсуждать FV201. 3500 золота. Это вроде бы не так уж и дорого, но в то же время не так уж и дешево. Что хочется отметить по данной машине? Она мне очень сильно нравится. Это такой себе Action X на 7 уровне, но все-таки чуть-чуть слабее, чем Action на своем 8. Мне очень сильно нравится орудие у данной машины, потому что все-таки 3,2 секунды перезарядка это просто имба какая-то. Вы реально играете как на ЛТшке, на какой-то скорострельной, накидываете по целых 160 единиц урона. Да, немножечко скудноватое пробитие, но, ребят, в конце концов вы можете данное пробитие себе улучшить до 180 и против восьмерок будете вполне нормально плюс-минус сопротивляться. Да, не супер, конечно, но все же будет играться интереснее и комфортнее. При этом, ребят, время перезарядки увеличится всего до 3,5 секунды. Я считаю, что 3,5 секунды это тоже реально чума. При этом, времени перезарядки и при вот этой вот 160 единиц Альфен, машинка выдает вам заявленный ДПМ в 2750 единиц. Это на 7 уровне. Поверьте, играется очень интересно, очень комфортно и очень прикольно. Разброс абсолютно классный, 0,312, а время сведения меньше 3 секунд. Короче говоря, ребят, все вполне приемлемо, все вполне прикольно, довольно-таки интересно и играбельно. Что хочется отметить по броне. Машина, да, не имба брони, не ультимативная, но, ребята, она действительно прикольная. Вы имеете себе вокруг маски орудия по 200 там с копейками привиденку, смотря где, 152 единицы без привиденки. Башня такой формы, что в целом от нее вот эта привиденка отводит пробитие вот так вот в лоб. Есть комбашинка, но она тоже какой-никакой броней обладает, да и высота данной комбашни не такая уж и большая. Что касается верхнего и нижнего бронелистов, тоже, кстати, что приятное, что их не сделали ни один, ни второй прям сущим картоном. Здесь есть привиденка в 115, здесь в 150 практически. В цельном, ну, как бы, чем меньше угол привиденки, понятное дело, броня падает, 76 миллиметров. Но, ребят, согласитесь, это все-таки не прям совсем картонный нижний бронелист, который очень часто встречается у многих машин. По бортам, да, здесь, конечно, очень мягенько, но башня продолжает быть такой же бронированной, как и спереди верхняя часть башни. Корма, да, пожалуйста, забрасывай, не хочу, вопросов нет. Если прям, я не знаю, вы хотите сильно унизить вот этого товарища, который будет играть против вас, киньте ему фугас в основании башни. И вот здесь вот, в верхнюю часть туши, там где 31 миллиметр брони, ваш фугас зайдет очень-таки даже приятно. И на дальнем расстоянии не обязательно выцеливать какие-то там прям твердые зоны. Что касается сравнения с другими машинами. Сравнить, в принципе, не с чем. По одной простой причине, потому что, если по ДПМу вы еще можете с кем-то как-то там сравнивать, да, то есть смотреть, какие машины по ДПМу на седьмом уровне есть. Ну, вот, допустим, тот же самый Блэк Принц. Но, ребят, Блэк Принц это единственная машина, которая светится у нас зеленым. Все остальные, ребят, обратите внимание, они имеют ДПМ меньше. Я не знаю, почему здесь заявленный ДПМ стоит в практически 3000, потому что в игре конкретно цифра отличается. Именно поэтому я всегда говорю, когда вы смотрите ютюберов, которые показывают вам вот такую вот сравнительную табличку, всегда помните, что эта сравнительная таблица, она не стопроцентно передает правдивую информацию. Обращайте на это внимание. Но на что я смотрел, что действительно зазоры, они сохраняются в процентном соотношении, поэтому не смотрите на саму цифру, а смотрите на разницу между этими цифрами. Теперь давайте будем смотреть, что касается времени перезарядки. Сравнить просто не с кем. Опять-таки, в сравнение может упасть только Блэк Принц. Все остальные машины по времени перезарядки, они существенно более долгое КД имеют. Я не буду сейчас все проклацывать для того, чтобы оставить только Блэк Принца. Просто обратите внимание, что ДПМ у него в принципе такой же. Что касается вот этих двух показателей в виде пробития, в виде альфы, то же самое. Что касается времени перезарядки, то чуть-чуть типа лучше. Но обратите внимание, 3.12, а здесь 3.2. Короче говоря, это практически одинаковые по своим характеристикам орудия. Что касается подвижности, здесь уже, ребят, совсем другое дело. Потому что скорость, допустим, у ФВ-201 составляет 31. А у Блэк Принца, где ты мой красавец, дел сам, вернись назад, вот ты. А у Блэк Принца 25. Ребят, ну согласитесь, подвижность существенно веселее. Короче говоря, вот этот вот товарищ британский, он играется где-то как СТ-шка с наличием у него брони. Сейчас мы будем с вами это проверять. Что касается характеристик по орудию дополнительных, то что хотелось бы сказать, что с учетом наличия плоской в принципе по форме башни и углов склонения в минус 8, очень интересненько порой получается отыгрывать где-то на каких-то неровностях. Ну а вот этот вот скос верхнего бронелиста, когда вы от неровности отыгрываете, добавляет приведенки. Короче говоря, выцелить очень сложно. Реально сложно какими-нибудь бронебойными. Поэтому если хотите бороться, как я уже говорил, берите фугас и хоть какой-то урон товарищу наносите. Стоит также отметить, что данная машина очень часто встречается с восьмерками. Я сейчас захожу в превосходство и в одном из видео мне писали по поводу того, что в превосходстве некоторые машины бросают к левелам выше, а во встречном бою к левелам выше не бросают. Я думаю, что для чистоты эксперимента будет правильным отыграть на FV201 две катки сегодня. Ну и соответственно посмотреть действительно ли во встречном бою данную машину не бросит к восьмеркам. С которыми, честно говоря, FV201 чувствует себя крайне дискомфортно. Вот когда ты на FV201 попадаешь в топ, ты едешь себе спокойненько на линию средних танков, помогаешь своим товарищам средним и легким танкам продавить направление, ну а потом уже подкатываешься к тяжелым танкам, ну и там уже помогаешь доразбирать оставшихся соперников. По подвижности. Типичные тяжелые танки, я бы сказал, даже более неприятные по подвижности, чем типичные тяжелые танки. По стрельбе на дальнее расстояние, как вы видите, снаряд летит очень бодренько. Время порета снаряда на дальнее расстояние, я бы сказал, не вызывает абсолютно никакого дискомфорта. Что касается точности орудия, просто обалденная. Да, порой, безусловно, где-то не совсем в пиксель попадаешь, но в целом, с учетом времени сведения и с учетом разброса, отыгрывать на дальних расстояниях на данной машине вполне себе даже комфортно. Ну а с учетом времени перезарядки в 3,5 секунды, тебе действительно классно. Вот углы склонения, ребят, обратите внимание. Я стою, меня явно практически не видно, при этом я вижу абсолютно полностью горизонт, я даже ниже могу опустить ствол, поэтому я могу отыгрывать и на более высоких склонах с абсолютным комфортом и удовлетворением. Ну что, поехали, попытаемся где-то в кого-то чего-то еще побросать. Я пытаюсь держаться как можно дальше от соперников, потому что все-таки для восьмерок, ребят, я не ровня абсолютно. Ну что, кидаем. Вот то, что я говорил, смотрите, пробить я не пробил, но, ребят, точность орудия, она вполне нормальная. То есть вот сейчас я бросаю практически через всю карту, и я реально попадаю. Ну кайф же, реальный кайф. Здесь, блин, не успел. Так, сваливаем и хоронимся, потому что моих 700 хп надолго, к сожалению, не хватит. Давай, наглей, товарищ. Сейчас вот совсем не понял, почему снаряд пошел прям совсем косо. Хотя, посадив товарища на гуслю, если бы у него сейчас не было ремки, я бы его доразобрал абсолютно спокойно, потому что 3,5 секунды КД, оно реально позволяет разбирать кого-то в гуслю. Даже если есть ремка у товарища, и он попытается воспользоваться ею, если нет вот такого укрытия, как сейчас была ситуация, то в целом вы можете на гусле держать своего соперника, и вполне спокойно через гуслю его разбирать. Как я уже сказал, ДПМ довольно прикольный у машины, а время перезарядки позволяет просто-таки, как пиранья, или как бультерьер какой-то, вцепиться в ногу, ну и, соответственно, не отпускать уже до тех пор, пока парень не согласится отправиться в ангар. Хотя, кто его разрешение спрашивать-то будет, в конце концов. Так, ну вот эта ситуация, о которой я говорю. Вот сейчас, смотрите, буду стоять себе вполне спокойно, разбирать через гуслю, не давать возможности товарищам куда-то сдвинуться с места, и сделаю какой-никакой, а все-таки фраг. Я играл против восьмерок, мне пришлось играть более-менее осторожно, я не поехал на линию ТТ, ребят, едете на линию ТТ против восьмерок на данной машине, ну, в принципе, считайте, что вы едете просто в сторону ангара. Теперь давайте смотреть на результаты по бою. 1260 единиц урона, это не максимум, на что способна данная машина. Что касается результатов по фарму, я бы не сказал, что это прям вау-вау фармер, с учетом премиума аккаунта 69 тысяч с копейками, это с учетом того, что у меня еще были установлены бустеры кредитов, которые взяли на себя 30-ку, поэтому просто кредитов было бы где-то, ну, в районе, получается, 40, да, там, тысяч, плюс-минус. Я имею в виду, чистоганом должно было бы получаться, если я правильно считаю. Если я неправильно считаю, напишите в комментариях, считаю без калькулятора так, просто навскидку, как говорится. Теперь давайте попробуем заехать все-таки не в превосходство, а во встречный бой, и посмотрим, действительно ли меня не бросит против восьмерок, потому что на эту тему есть ажиотажные споры. Одни отстаивают позицию того, что если ты играешь в превосходстве, то тебя всегда может бросить на левел выше. Другие отстаивают, что есть некоторые машины, которые бросают, ну, и, как показывает практика, сейчас заходим во встречный бой, и опять-таки заходим против восьмерок. Поэтому, ребят, не знаю, возможно, все-таки на определенных машинах есть вот эта вот льгота по уровню. Установленная, но явно, ребят, не на всех, поэтому в комментариях по поводу того, что прям на каждой машине, нет, ребят, точно уж не на каждой. Это мы уже с вами проверили, ну, а теперь отправляемся опять на линию СТЛТ по одной простой причине, потому что с вот этими вот товарищами тяжелыми мне бодаться, ну, прям совсем не хочется, особенно не хочется бодаться с фараоном, у которого три снаряда в магазине, а мальфам куда интереснее, ну, и магазин у него, в принципе, перезаряжается, я бы сказал, не так уж и долго. Такс, да, тяговитости немножко не хватает, ребят, у данной машинки под горку подниматься не сильно весело, но в целом я выехал, не знаю, я доволен. Вообще, когда-то данную машину можно было купить в ветке исследования, и, честно говоря, именно оттуда она мне и досталась. Именно поэтому у меня нет ни какого-то там модного камуфляжа на нее, хотя она мне и без камуфляжа модного очень даже нравится. Я поставил себе вот такой вот пестренький, меня устраивает, довольно прикольно, весело смотрится. Главное-то, ребята, что? Главное, чтобы машина классно игралась. Теперь давайте еще и ускорим время перезарядки, пока этот товарищ отвернулся, и теперь посмотрите, к чему это приводит. Меньше трех секунд время перезарядки. И я реально, блин, сейчас получаю массу удовольствия. Ремкаемся. Не знаю, честно говоря. Наверное, против Химеры явно не вывезу. Все-таки 400 единиц урона, как-никак. А товарищ еще и обладает какой-никакой, а довольно интересной броней. Так. Барабан против барабана. Ладно, шутки шутками, не барабан, ребят, но стреляешь реально как с барабанного орудия, потому что все-таки 3,5 секунды время перезарядки, ну чем вам не барабан. Ну что, ребят, проверили машинку на прочность. Прочности, как я говорил, здесь особо нет. Спереди, да, если против ЛТшек, СТшек, то пробивать не будут. Прямо с легкостью в район башни, скажем так. Что касается всего остального, да, будут пробивать по бортам. Понятное дело, что будут пробивать в корму. Поэтому броня у данной ТТшки явно не ультимативная. Я не буду досматривать результаты боя по одной простой причине, потому что, ну, прям на какие-то суперрезультаты я не рассчитываю. Я думаю, что явно они не будут выше, чем в предыдущей катке. И ФВ-шка по результативности, она отыгрывается так постоянно. Теперь давайте вернемся к самому предложению и его обсудим. Считаю ли я за необходимое покупать набор за 7 тысяч, я бы рекомендовал все-таки посмотреть в видео по кромвелю Б, там, где мы еще его обсудим. Ну и, соответственно, можно будет прийти к какому-то выводу по стоимости. Но я думаю, намек вы сейчас поймете, когда я скажу, что за 3,5 тысячи покупать ФВ-201, нет, ребят, однозначно нет. Данная машина реально стоит, вот просто для того, чтобы купить, порой выезжать, чтобы покайфовать. Это не восьмерка, это не фармер, это ради удовольствия для любителей 6-7 левелов. Так вот, ребят, ФВ-201, нормальная объективная цена, я бы сказал, ну, максимум 2,5 тысячи золота, вот в том, что сейчас показывают. За 3 тысячи можно было бы взять, если бы у нее был там, я не знаю, в комплекте еще какой-нибудь там, не знаю, аватарчик, камо, может, даже какой-нибудь захудалый все-таки кейсик, из которого что-то может выпасть. Ну, а вот в такой вот голой комплектации 3,5 тысячи. Это перебор однозначный. Ну что, ребят, смотрите видео про Кромвеля Б, которое явно уже вышло. Ну и самое главное, ребят, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео, а еще нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Я стараюсь ради вас и очень надеюсь на то, что вы оцените мои труды своими лайками и подписками. Спасибо вам большое, всех благ, всего хорошего вам, играйте с удовольствием, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok